Характерный размер волны должен быть много меньше, чем расстояние до радиуса. Это я понимаю, Юр, я это понимаю, но можно ли независимо прямо в самом начале сказать, что означает, что у нас очень маленькие расстояния, нет ли там какого-то другого приближения, которое было бы пригодно именно при малых радиусах? Ну, конечно, есть, и Юра об этом писал в своих старых статьях, это просто линейное приближение. На малых расстояниях волна видит. Если имеется в виду это, то да, но опять же, видите ли, ну да, вы правы, я не сообразил, о чем вопрос. А можно как-то сращивать два таких приближения? Тоже можно, значит. Ну, вот, по крайней мере, эксперимент, который я в свое время проделал, показывал, что если вначале я задал очень такой коротенький импульс, то его эволюция вначале идет в рамках линейного уравнения. Несмотря на то, что его амплитуда велика, но дисперсия преобладает. Поэтому можно отбросить нелинейность и описывать его в рамках дисперсионного уравнения с цилиндрической расходимостью. Но потом на некотором расстоянии, значит, из-за дисперсии он расширяется и нелинейность вступает в игру, амплитуда его падает. И дальше он постепенно превращается в солитон и получается вот такой вот переход от острого импульса к солитону. Я имею в виду вот что, что если мы проводим численный эксперимент, не можем ли мы в качестве левого граничного условия использовать вот такое приближение? Ну, можем, наверное, но только весь вопрос... Это не приведет к уточнению решения? Подожди, подожди. Тут вот вопрос такой серьезный. Вот есть работы Доброхотова и его соавторами. Вот они рассматривают нелинейную задачу, но без дисперсии. Прямо вот с импульсом, заданным в центре. Поэтому они рассматривают, как такой импульс разбегается во все стороны. А потом вот на некотором расстоянии уже можно включать уравнение, какое-то цилиндрическое уравнение КДВ и сшивать асимтотики. Ну, вот, по-моему, никто этого не сделал, но такое теоретически возможно. То есть это, в принципе, должно привести к уточнению результата? Ну, не то, чтобы даже, а к обобщению я бы сказал. Что вот от центра идет волна. У них есть точное решение. Ну, конечно, там для специального начального возмущения. Но, по крайней мере, вот у них в работе получено точное решение, которое описывает расходящуюся волну из центра. Вот. А потом, как ее потом пришивать к уравнению КДВ, я не знаю. Ну, наверное, можно. Ну, в численном эксперименте как бы более-менее понятно. При каком-то значении радиуса надо ставить то, что дает та модель. Ну, сейчас. Вот, насколько я помню, даже был такой численный эксперимент. Да, это было в нашей работе, Юр. В нашей работе. Вы брали там, кажется, начальные условия из доброхода. Да, да. Нет, не начальные, а граничные. Ну, я считаю, граничные. Да, граничные. Правильно, да. Вот. Так вот, да. Правильно, я вспоминаю. Вот. Карима, прокомментируйте это подробнее. Я вас вспоминаю, там было очень интересно. Ровно то, что вот предлагается, то мы и сделали, да. Доброходовское решение, оно точное. Его можно на каком-то значении радиуса взять, оно определяет, и использовать как граничные условия для цилиндрического КДВ. Да. Вот так мы и делали. Да. Ну, а собственно, то, что мы сейчас пытаемся сделать, это мы хотим посмотреть, насколько хорошо эти модели, ну, собственно, посмотрели, пишем статью, сравнение с исходными уравнениями. В качестве исходных мы взяли оси симметричное уравнение Бусинеско. То есть, насколько точно это утворяло, то, что получено, утворяет Бусинеско. Да. Спасибо. Скоро напишем, я надеюсь. А вообще, мне кажется, что сшивать надо по секторам, мне кажется. Но это не исследованный вопрос. Что значит по секторам? Вот дело в том, что вот эта модель, она применима все-таки с точки зрения вывода метода многих масштабов, она применима не при всех углах, а при малых значениях угла в некотором секторе. Вот. И поэтому, наверное, точно так же можно получить модель, где сектор находится не около положительного направления оси Х, а около какого-то другого направления. Произвольного. Произвольного, да. И дальше вот сшивать по границам этих секторов, мне кажется, вот что-то такое, может быть, можно попытаться сделать. Но это как раз действительно непонятные вопросы. Тут есть проблема, я согласна с вами. Да, да, видно, что есть. Да. Спасибо. Ну, хорошо. Какие еще вопросы? Так, пожалуйста. Вопросы, как-то оценки, может быть, кто-то даст? Ну, очень любопытные вот эти решения со второй функцией Эри. Действительно, очень неожиданно, что они так хорошо приближают импульсы. Просто удивительно вот это. Да, но, между прочим, Накамура, по-моему, в одной из своих более поздних работ как-то эти решения сильно, как бы это сказать, принесли. Он разобрался и сказал, ну, так это решение все равно, оно сингулярное в нуле, так что нечего его и рассматривать. Вот. Но на самом деле оно хоть и сингулярное. Нуле по R или по T, Юр? По R, по R. По T все хорошо. А по R оно сингулярно в нуле. Ну вот, если сшивать правильно, с правильным решением в окрестности нуля, то это должно разъясниться. Юр, а если сделать зумы, но около макушки, там тоже все хорошо, да? Да, да, прекрасно. Значит, если вот это вот все сделать зум. Ну вот вы видите, что даже вот на глаз при таких амплитудах не видно разницы между черной кривой и красной. И вот это я делал для каждого из солидонов на разных расстояниях. Поэтому тут совпадение замечательное. Но вот только вот такой длинный хвост отрастает. Да, надо разбираться. Интересно. А первая функция R, вы считаете, это что-то такое не физическое, нигде не может быть? Ну да, вот я не могу придумать ему какого-нибудь применения. Вот, потом оно как-то ведет себя нехорошо. Значит, вот оно как бы, сейчас я соображу, да, оно как бы втягивается туда, в начало координат, куда-то туда оно убегает. Вот смотрите, при R равном 50 у нас вот здесь вот вершина, а при R равном 100 тут мало заметно, но оно куда-то вот туда утекает. Ну и если посмотреть на эти графики, тоже вот по R распределение, значит, вот при T равном нулю у нас где-то здесь была волна, а при T равном 20, значит, вот эта вершина, она куда-то сюда втягивается. То есть это такие внутрь распространяющиеся? Да, это какие-то внутрь всклопывающиеся решения. Ну и вот поскольку у них структура еще такая какая-то непонятная, что с ними делать, не очень ясно. Была статья старая Шрира, Островский Шрира, где они говорили, что солитон, который бежит внутрь, неустойчив. Ну, правда, тут не солитон, черт. Тут не солитон, но тут опять же нет, тут это дело тоже хитрое, потому что вот эти вот решения, которые тут вот понастроили, ну, например, сейчас такое, ну вот такое, его можно, конечно, обратить, чтобы оно бежало внутрь, но при этом, опять же, все зависит от того, каков параметр дисперсии. При одних параметрах это все будет. Вот это, кстати, интересная задача, и экспериментально она изучалась в приложении к волнам в плазме. Там в 60-е и 70-е годы проделывался целый ряд экспериментов в плазмных камерах, когда создавалась волна, бегущая к центру, для того, чтобы схлопнуть и получить импульс гигантской амплитуды. И цилиндрическая или сферическая? И цилиндрическая, и сферическая. И вот в частности, вы, наверное, помните, Карима, вот в этой работе Максоны висели, они рассматривали как раз сходящуюся волну, потому что в то время это было актуально получить большой импульс в центре. Понятно. В этом смысле это все обратимо. Но вот как будут вести себя, например, вот эти лампы при приближении к центру, тоже интересная задача, пока не решенная. Понятно. Спасибо. А первые интегралы здесь есть, Юр? Есть. Но поскольку уравнение полностью интегрируемое, то тут бесконечный набор первых интегралов. То есть не первых, а... Законов сохранения. А? Законов сохранения. Законов сохранения, да. Интегралов движения. А их использовали для получения устойчивых каких-то решений, Юр? Использовали только вот этот второй интеграл, интеграл энергии, который как бы называется, для получения синтетического решения. А все остальные не использовались. Они какие-то незнакоопределенные, наверное. Я не помню. В каких-то работах они выписаны в явном виде. В смысле с производными, да? Ну да, конечно, не с производными. Нет, вот то, что Олег сказал, это вот они... Знако неопределенности это в старшем члене, что ли? Это имеется в виду? Если в младших, так и... Это моя гипотеза была. Это моя гипотеза. Я не могу сказать, что они знака неопределенности. А, понял, да. Так что это надо... А на численном эксперименте отслеживали, Юр? На численном эксперименте, как правило, отслеживается вот этот вот интеграл энергии от У-квадрата. Вот он хорошо себя ведет, действительно с большой точностью сохраняется. А дальше уже нет, да? А дальше уже нет. Да, в численных расчетах эти все более высокие, как правило, не рассматриваются. Они плохо себя ведут. Они содержат производные из-за этого там... Да, конечно, это понятно. Ну, там старшая производная просто в первой степени, а не во второй. Ну, она в первой, да. Это вот в третьем законе. Вот в Гамильтониане, то, что соответствует Гамильтониану, там уже входит первая производная в квадрате. А почему в первой степени это крамола? Ну, это не крамола, но просто неприятно, что там стоит производная. Из-за этих производных численные ошибки накапливаются. Надо дифференцировать полученное решение. Это всегда неприятно. Я думаю, что просто... Скорее, я еще раз повторяю, что это гипотеза, но я думаю, что все упирается в том, что если интеграл энергии знака определен, то остальные эти свойства не обладают. И куда их там присовокупить, непонятно. ДКДВ тоже такая же ситуация. Не совсем, Олег. Там все-таки этот самый интеграл, допустим, Гамильтониан, он положительный, знак определенный. Но все равно он содержит вот эту производную. И она там потом портит в численном расчете сохранение. Не знаю, может быть, есть какие-то хорошо устойчивые схемы, где это не портится. Тогда это все работает. Вот, я не знаю, тут Алексей Дмитриевич есть он или ушел уже? Юнаковский. Алексей Дмитриевич. Нет, он ушел. Вот он специалист по таким вещам. Ну да. Поэтому вполне возможно, что вот есть хорошие устойчивые схемы, которые выдерживают эти высокие интегралы. Спасибо. Да, это интересно, да. Спасибо. Так, пожалуйста, еще замечания, вопросы. Критика, хвальба. Да. Слушаю критику. Ну, нет, хороший доклад, столько вопросов. Все-таки качество доклада определяется, с моей точки зрения, субъективное количество вопросов. Да? Ну, это не совсем так. Вопросов мало, доклад хороший. Бывает и такой, да. Давайте я историю закончу. Критика, который был такой Кружков. Да. Да. Который отличался не очень хорошим характером. И как-то на конференции он приставал к Куральцевой. В хорошем смысле. Ну, вот сотрудница Ладыжи. Да. И о председательствующий он хотел как-то сгладить конфликт и не дать ему разгореться. Он говорит, ну вопросы. Вот только вопросы сейчас. У меня вопрос. У меня вопрос, говорит Кружков. Ну, давайте. Скажите, как вы могли сделать такую плохую работу? Как в другом анекдоте сказано. Ну, извините, просто повезло. Да. Ну, ладно. Вот все. Благодарю вас. Спасибо, Юра. Спасибо. Спасибо. Хорошее выступление. Я думаю, что, считаю, что хорошее выступление и замечания, и вопросы были. Все хорошо было. Спасибо большое. Ну, как вы видите, работа еще не закончена. Мы тут продолжаем. Никаких нет работ законченных. Как говорил Катик. А, ну да. Какое ни возьми, за ней тянется еще хвост. Ну, да. Интересных вопросов. Ну, ладно. До свидания. Спасибо, Олег. Спасибо, до свидания. Юв, задержитесь на минуточку, пожалуйста. Да как, меня сейчас Олег отключит. Нет, нет, пожалуйста, можно говорить. Ну, только запись выключить.